Добрый день! В эфире Ян Арт и тысяча и одна секунда об экономике. В Госдуме напугали банкиров. Парламентарии приступили к рассмотрению закона проекта, который вводит серьезные штрафы за утечку персональных данных россиян. Проект, внесенный депутатами от партии «Единая Россия», предлагает следующее. За утечку данных до 10 тысяч клиентов штраф с компанией или банка от 3 до 5 миллионов рублей. За утечку данных до 100 тысяч клиентов штраф от 5 до 10 миллионов. За утечку данных свыше 100 тысяч клиентов штраф от 10 до 15 миллионов. А в случае повторной утечки штраф будет взиматься в процентах от оборота и может по максимуму составить 500 миллионов рублей. Кроме того, предлагается кратно увеличить штрафы за использование данных не по тому назначению, для которого они собирались. Штрафы, рассчитываемые как процент от оборота компаний, поручил разработать президент России Владимир Путин. И вот теперь выяснилось, что банкиры, цитирую, не поддержали установление оборотных штрафов за утечку персональных данных клиентов. Понять бедолаг можно. Куда как приятнее за очередную утечку уплатить штраф в 50, тысяч рублей и заработать на этой утечке 500 тысяч? Ну или хотя бы не особо заботиться об информационной безопасности данных клиентов. В свое время идею повышения штрафов за утечку данных выдвигал Центробанк. Крупные штрафы налагаются в таких случаях на американские и европейские банки. Смотрим за развитием сюжета. По иронии судьбы, именно в эти дни опубликована оценка банками деятельности финансовых мошенников в прошлом году. В ВТБ и Газпроме отмечают снижение числа мошенничеств с их клиентами, а в Тинькофф банке и Почтобанке отмечают их рост. Часть мошенников используют технические хакерские средства, а часть как раз персональные данные клиентов. А вот откуда они, эти данные, оказались у мошенников, это банкирам не очень понятно. Может, ветром надуло. В сухом остатке давайте не сильно штрафовать за утечку данных и дружно и громко выступать против мошенников, которые эти данные используют. Ведь самое приятное – пугать мошенников, ни за что не отвечая. А вот испугаются и убегут. Дискомфортная для российской экономики новость. Китайский банк, который называют главным банком для российских экспортеров, остановил все расчеты с Россией из-за угрозы вторичных санкций со стороны американских и европейских финансовых организаций. Многие бизнесмены, ведущие торговлю с Китаем, считают, что остановка расчетов накануне новогодних каникул в Поднебесной – 10 февраля наступает год дракона – может вызвать логистический коллапс. Но китайцы последовательно сворачивают расчеты и по линии некоторых других банков. Как заметил в интервью «Ведомостям» профессора высшей школы экономики Сергей Цыплаков, политическая воля в Китае не применяется в ущерб собственным интересам, и китайцы логично хотят избежать попадания своих банков под западные санкции. При этом Китай выступил однозначно против конфискации замороженных российских финансовых резервов, которую последние месяцы активно обсуждали по обе стороны Атлантики. Пекин считает, что такой шаг будет иметь катастрофические последствия для международной финансовой системы и ударит по всем ее участникам. А теперь и агентство Reuters сообщило, что в инстанциях Евросоюза многие возражают даже против использования замороженных активов для залогов финансирования помощи Украине. Чиновники Евросоюза заявили, цитирую, что правовые основания для ареста суверенных активов другой страны отсутствуют, в связи с чем их конфискация может заставить инвесторов уйти из зоны евро. Такое развитие событий могло бы привести к коллапсу международной площадки Евроклир, где хранятся замороженные активы. В общем, с одной стороны санкции множатся, а с другой остаются красные линии, которые холодные головы не готовы переступать. Ну а пока суд до дела и не всегда однозначная дружба с Китаем, Министерство промышленности и торговли России ужесточило требования к ввозимым в Россию китайским электрокарам и гибридам, говоря об их несоответствии требованиям безопасности. В эти же дни вышел целый пучок материалов, в которых рассказывается либо о проблемах с поставками китайских запчастей, либо о недостатках китайских машин. Между тем, китайский автопром близок к тому, чтобы занять место экспортера номер один на мировом рынке. И в значительной степени это стало возможным из-за резко выросших поставок китайских автомобилей в Россию. В эти же дни Центробанк оценил ситуацию в российском автопроме. В докладе ЦБ констатируется, что российские автопроизводители заявляют о снижении своих производственных мощностей. Но это не от дистрофии отечественного автопрома, а лишь потому, что с начала этого года спрос на авто снижается. Доклад составлен на основе данных управления ЦБ, курирующего Самарскую, Нижегородскую и Ульяновскую области. Правда, в докладе отмечено, что есть и производственные проблемы. Цитирую Интерфакс. В легковом сегменте обострились проблемы с нехваткой ряда компонентов у крупного автоконцерна, которого ЦБ не называет. В общем, тайна сия велика есть. Кто бы это мог быть, задумались россияне и дружно пришли к выводу, что название таинственного автоконцерна, слово из трех букв, средняя буква А, окончается на З. Первая буква, очевидно, И. Почему И? Чтобы никто не догадался. Зато подчасти электротехники со спросом все в порядке. Сети М-Видео и Эльдорадо объявили, что продажи бытовой электроники выросли за год на 11%, а в конце года поставили рекорд. Видна традиционно присущая россиянам в кризисные времена предусмотрительность. Международная обстановка накаленная, вдруг война, а мы без соковыжималки. Между тем цены хоть и ползут вверх, но уже не так бодро, как минувшие осенью. В прошлом выпуске «Тысяча одной секунды об экономике» мы уже приводили сводки Росстата об удешевлении куриных яиц на 1% и отметили, что Росстат замолчал на эту тему. Рано, буквально на следующий день, Росстат выдал новую сводку на яичную тему. С начала года яйца подешевели на 2,58%. Но тут возникает идеологическая неувязка. Как утверждает наш комментатор под прошлым выпуском программы, разговоры о подорожании яиц – это вранье, идеологическая диверсия и деятельность ЦИПСО. Словом, все врут недруги. А другой боец невидимого фронта, наоборот, утверждает, что власть специально акцентирует внимание на яйцах, чтобы отвлечь людей от каких-то, цитирую, реально более значимых проблем. Теперь попробуем включить логику. В октябре тема «Цен на яйца» поднималась на специальном правительственном священии. В ноябре эта проблема несколько раз обсуждалась на самом высшем уровне государственного управления. В декабре президент России в ходе прямой линии извинился перед россиянами за рост цен на яйца. А теперь вот опытный патриот Надомник сообщает, что никакой проблемы с яйцами в России вообще нет, никакого особенного роста цен и вся тема с яйцами – идеологическая диверсия ЦИПСО. Но если тема яиц – вброс, чтобы отвлечь от реальных проблем, значит ЦИПСО, сделавшее или сделавшее, не знаю, какой род тут следует применять, этот вброс работает на Кремль. В общем, если следовать логике одной из трех – либо все правительство исполняет диверсию ЦИПСО, либо ЦИПСО исполняет заказ Кремля, либо автор комментария – полный идиот. Какой вариант ответа – выберем. «Что решил?» «Я думаю». Был когда-то анекдот про Фрейда, который сказал, бывают сны девочка, просто сны. Точно так же и с ростом цен на яйца. Бывает проблемный рост цен, просто рост цен без идеологической подоплеки и масонского заговора. Тема роста цен получает сейчас продолжение уже не в плоскости продуктов питания, а в сфере авиатранспорта. И опять какая-то странная низхожайка. В сентябре 2023 года руководство Аэрофлота заявляет, что не ожидает роста цен на авиаперелеты в этом году, а в следующем, то есть в 2024, рост возможен, но в пределах инфляции. В эти дни выясняется, что стоимость авиабилетов в прошлом году выросла на 22,2%, а только за первый месяц этого года более чем на 11%. Задачки спрашиваются. 22% за год это и есть неожидаем рост цен, а 11% за первый же месяц года это и есть в пределах инфляции. Но если это в пределах инфляции, то стоит вспомнить, что и пенсии правительство индексирует в пределах инфляции, о чем никогда не забывает напомнить. Значит, либо авиабилеты растут далеко не в пределах инфляции, и тогда все заявления вранье, либо пенсии только за январь надо проиндексировать на 11%. В общем, история с авиабилетами идет так же, как с яйцами. В августе заявили, что роста цен не будет, в октябре забили тревогу, сюжет повторяется сейчас один к одному. На правительственном совещании Владимир Путин потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Но есть до кука. Обязательно найдется патриот-надомник, который напишет, что вранье про рост цен на авиабилеты это идеологическая диверсия врагов России, либералов и прочих карбонариев. Изображаешь ты карбонария? Неубедительно. Сатрапы! Душители савады! Каждый серьезный инвестор задумывается о диверсификации своих инвестиций. Для меня вариантом эффективных инвестиций вне биржи стали инвестиции на крауд-платформе Jetland. Крауд, на мой взгляд, дает несколько преимуществ. Первое. Все наши инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центрального банка России, который ведет реестр инвестиционных платформ. Второе. Инвестиции на крауд-платформах это, по сути, альтернатива фондовому рынку. Все процессы и вся доходность здесь формируются не в едином цикле с фондовым рынком, который может лихорадить, который может испытывать просадки и коррекции. Третье. Доходность здесь выше доходности банковских депозитов. Четвертое. Здесь высокая степень диверсификации наших инвестиций, поскольку наши инвестиции на платформе Jetland распределяются маленькими суммами по займам, которые выдаются заемщикам этой платформы, то есть предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиенты инвестиционных платформ, несмотря на все потрясения последних лет, оказались устойчивы, что, впрочем, и можно было ожидать оттертого российского малого бизнеса. Процент дефолтности заемщиков платформы оказался минимальным. Пятое. Работа на платформе Jetland не требует усилий. Регистрация производится дистанционно. Лично я использую формат автоинвестирования, то есть режим автоматического распределения моих средств в соответствии с теми настройками диверсификации уровня рисков и сроков инвестиций, которые мы с вами можем выбрать. Еще один плюс для тех, кто осторожно относится ко всем новациям и намерен попробовать этот вид инвестиций, но не готов вложить в него значимую сумму. Режим автоинвестирования работает всего лишь от 2000 рублей. Поэтому вы можете попробовать инвестиции на платформе Jetland с минимальной суммой и посмотреть, как это работает. Для зрителей канала Финверсия мы с коллегами из Jetland договорились о том, что им будет предоставлен особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. С яиц и авиабилетов ценовая эпидемия перекинулась на мобильную связь. Коль скоро каждая ценовая проблема начинает решаться только при личном вмешательстве президента, то, похоже, скоро придется распечатать для Путина полный перечень товаров и услуг, производящихся в экономике. Теперь СМИ сообщают о том, что как минимум три компании, Билайн, Теледва и Мегафон, повышают стоимость тарифов или заменяют их более дорогими. Эксперты объясняют, что телефонные тарифы отстают от роста цен на все остальное, и поэтому если компании не изменят ценник, то вылетят в трубу. Напомню, что в прошлом году операторам дали право повысить тарифы на уровень выше официальной инфляции с условием, что они будут инвестировать в развитие своей технической базы. И вот теперь телефонные компании этим правом воспользовались. Русиан в ответ только одна просьба. Если всем дают право повысить цены выше уровня инфляции, то хотя бы объясните, откуда же берется сам уровень инфляции. Но это очень сакральная история. И в продолжение этой темы готовятся поправки в нормативные и законодательные документы, которые дадут право коммунальщикам поднять свои тарифы в этом году тоже на уровне высшей инфляции. Если телефонным операторам это разрешают ради инвестиций в технику, то службам ЖКХ ради зарплат сотрудников. Цель в обоих случаях благая, извольте платить. По заверению авторов проекта, только так можно решить вопрос дефицита работников в жилищно-коммунальном хозяйстве. Как заявил эксперт проекта Народный фронт аналитика Павел Клинчук, низкий уровень зарплаты работников ЖКХ – причина коммунальных аварий, волна которых прошла по некоторым городам России. Иными словами, если у вас сломалось отопление, сами виноватым мало платили. За те деньги, что вы платите, система отопления в принципе есть. А если вы хотите, капризные вы наши, чтобы она еще и работала, давайте всем миром платить больше, а то у нас недоплаченные работники ЖКХ норовят бросить гаечный ключ на 16 и уйти в блогеры, модные дизайнеры или в академики. Обратный случай был только один. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в правдомы. Аккурат в эти дни в НИИ труда выдал справку по состоянию безработицы в России по итогам 23-го года. Уровень безработицы оказался самым низким с 1992 года и составил 3,2%. Речь, разумеется, идет о данных на основе численности официально зарегистрированных безработных. А так как пособия по безработице в стране настолько малы и настолько на короткий срок даются, что многие машут рукой на такую регистрацию, так это их проблемы. Молодцы, что не стали нарушать отчетность. Руководитель в НИИ труда Дмитрий Платыгин также напомнил, что за 11 месяцев прошлого года реальные зарплаты выросли на 7,6%. И резюмировал. Увеличение числа занятых и низкая безработица при росте производства – главный показатель успешной подстройки рынка труда под потребности экономики. Рост стат к этой оптимистичной картине добавил свой штрих. Рост ВВП России в прошлом году составил 3,6%. И уточняется это по первой оценке. Уверен, что по второй будет еще больше. Это практически совпало с оценками Министерства экономического развития, сообщает агентство РИА. В конце прошлого года министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ждет рост в 3,5%. И вот теперь Рост стат, подчиненный Минеку, показывает свои данные, они практически совпадают с оценками начальства, а могли бы, наверное, не совпасть. О глобальной повестке, стоящей перед Россией, президент Владимир Путин рассказал в интервью знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону, посетившему в эти дни Москву. Интервью опубликовано на сайте Кремля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, беседа Путина и Карлсона вызвала зашкаливающий резонанс в США и в России. Причем у некоторых резонанс был настолько зашкаливающим, что в Европарламенте на полном серьезе стали обсуждать санкции против американского журналиста. Тремя месяцами ранее также давили на германского журналиста Хуберта Зайпеля, взявшего интервью у Путина и сделавшего книгу о нем. Видимо, борьба за светлые идеалы свободы слова, совести и мнений не подразумевает свободу любого слова, а только согласно регламенту. Впрочем, уверен, самые пламенные борцы с режимом умудрятся найти и этому либеральное объяснение. Ну а борцы за режим, наоборот, радуются, что благодаря прилетевшему в Москву Такеру Карлсону, состоялся своего рода прорыв информационной блокады. Карлсон! Как это здорово, что ты прилетел! Помимо китайских банков и автомобилей, новая торговая коллизия возникла у России вокруг бананов. Эквадор из-за западных санкций ограничил экспорт бананов в Россию. Россельхознадзор мгновенно заявил, что бананы из Эквадора плохие и в них, цитирую, «систематически выявляется опасный карантинный для России объект многоядная муха-горбатка». Сертификация бананов пяти эквадорских экспортеров была приостановлена из-за этой самой мухи, которая, напомню, выявлялась систематически, но публично об этом сообщили только в момент политической обиды. Эквадор в ответ заявил, что нет у него никакой мухи, а есть голопогодские черепахи. И вообще, это он решил ограничить экспорт бананов в Россию. А Россия сказала, что ни черта подобного, это она сама не хочет никаких бананов под мухой. В целом, ситуация выглядит как в детстве. Дай мне кататься на твоем велике. Нет, не дам. Ну и не надо. Я и сам не хочу, твой велик плохой. И тут возникла Индия, которая явно подслушивала и тут же заявила, что хочет заместить эквадорские бананы своими, индийскими. Представитель индийской продовольственной и сельскохозяйственной палаты сказал, мы надеемся, что теперь индийские бананы станут более частыми гостями на российском столе. Эта ария индийского гостя пришлась как нельзя более кстати. И Россельхознадзор успокоил россиян, нехватки бананов в торговых сетях не будет. Но так как сама Индия то тормозит танкеры с российской нефтью, то отказывается от нее, то опять готовы ее покупать, то создает проблемы с оплатой, возникает вопрос, не обнаружится ли в индийских бананах тоже какая-нибудь злокачественная муха-цокотуха. В общем, надо честно признать, перед российской экономикой стоит серьезный вопрос. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча одна секунды об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал «Финверсия» на платформе YouTube, а также на наши каналы на платформах «Телеграм» и «Дзен». И всегда рад видеть вас в числе подписчиков моей страницы ВКонтакте. До новых встреч!